Всем привет! Меня зовут Влада и это мой влог с Миланом. Сейчас я вышла из апартаментов, взяла себе кофе и иду уже на работу. Маленькая предыстория, я прилетела, приехала в Милан по модельному контракту, я здесь уже второй раз. Кстати, иду сейчас работать в место, где проходила кастинг, когда была здесь первый раз. Это институт в Марангоне, я думаю, все его знают. А в своем влоге и вообще в целом на канале хочу рассказывать о моде в путешествиях, так как мои путешествия отчасти во многом связаны также с модой, так как у меня работы связаны с модой и стилистикой. Постараюсь побольше вам показывать и делать обзоры и то, что я делаю из магазинов, коллекции. Покажу вам бутики, покажу вам Милан, покажу свою модельную немножко работу, покажу кастинги. В общем, думаю, вам будет интересно. Хорошего вам просмотра! Моё путешествие начало с того, что я ехала на автобусе из Тюриха в Милану. Посмотрите, какая красота! Швейцария меня сопровождала всю мою дорогу. Так, я мерила здесь еще такую юбку. На осень, кто смотрит, суперсекс. Футболочки. Ну, эти футболки мне не очень нравятся у Селина, это классика. Ну, и вот это платье. Боже, девочки, платье. Оно очень красивое. Илья, все как надо, все мы любим. Так люблю выходить за центр города и просто гулять улочками не центральными, не туристическими, обычными, где просто живут обычные итальянцы. Будет своя жизнь. Очень красивая архитектура, конечно. Это обычный район, не центр города. Делала обзор Нью-Йо. Честно, не в восторге. Каких-то прям красивых вещей я здесь не нашла. И очень многого нет моего размера, то есть маленького. Все в основном осталось в больших, поэтому такого я сделала из того, что было. Ну, что-то да сделала. И бежим дальше по делам. Здесь я хотела показать вам красоту дуома, центральной площади и, конечно же, галерею. Через галерею я иду на главную шоппинг улицу Милана. И сейчас я вам покажу. Мы идем в следующий магазин Dior. Так, ну вот, мы подошли. Центральная улица, где находятся все магазины. И сейчас мы с вами будем идти в Dior. Так выглядит внутри один из залов, где представлены коллекции. Я уже взяла несколько позиций и будем с вами мерить. Взяла померить костюм из новой коллекции розовой и костюм с классическим принтом Dior. Это брюки и рубашка с лидным руком, а также вот такой комплект шорты и рубашка с коротким рукавом. Здесь шорты на меня чуть велики. И этот принт мне понравился больше всего. Я очень люблю их светлые принты. В целом довольны и качеством, и фасоном. И как смотрится, я считаю, что на лето это просто идеальный вариант. А еще покажу вам, что дают в примерочных Dior для примерки. Здесь есть специальная штучка, чтобы не запачкать макияжем одежду. И заколочки, и резинки, и салфетка, и еще что-то, уже не помню что. В общем, все для вашего удобства. Так, пришла мерить вещи Лаэва. Сейчас, кстати, очень прикольная новая коллекция. Симпатичная, очень красивый цвет. Люблю такой цвет. Джинсы, конечно, не мои, хотя очень прикольные. Но вот рубашка мне очень нравится. Это кожа. Такой же есть. Вот такой, как жакет. Тоже кожа. Но мне он не понравился, как сидит. Цвет похож. Такой топ. Это их просто легендарные эмбремы на майках, на платьях, на топах. В общем, так. Думаю, она очень узнаваемая уже. Дальше у нас идет баленсиалка. Я взяла себе на примерку несколько вещей, но больше всего понравился этот свитшот. По цвету и по дизайну. И есть такая же футболка. Тоже очень понравилась. Все то же самое. Такое же плотное качество. Я вообще в целом люблю их футболки. Вам совсем забыла показать, как выглядит модельная квартира. Так, у нас быстренький рум-тур. Здесь кухня. Одна из. Здесь комната, в которой я. Не пугайтесь. Да, здесь много кроватей, но я здесь одна. Со мной была еще одна девочка. В общем-то, вообще, да, здесь может жить шесть человек, но я попадала всегда. Нас либо двое, либо трое. Максим, сейчас я вообще одна. Вот прекрасно. Койка, скажем так. Это все мои вещи. И это тоже часть моих вещей. А вот и я. Всем привет. Привет. Там балкон и другая часть квартиры. Там как прихожая, столовая, кухня. И дальше мы идем. Здесь у нас есть ванна. Ванна прекрасная. Посмотрите, новый ремонт. Все чисто, красиво. Стиральная машина, порошок, чистые полотенца. Обязательно можно брать хоть каждый день чистые полотенца. Здесь все как бы косметика. Это все мое. Вот снова я. Это моя косметика. Этой девочке оставили, забыли. Вот умывальник, душевая, все чисто, все красиво. Все новенькое, полотенчик. Все прекрасно. Не знаю, мне на самом деле нравится. Я думала, что будет намного хуже, но оказалось очень даже. Взяла кофе в одной из любимых кофеин. Недалеко от места, где я живу. Там очень вкусный кофе. И идем работать. Хочу сегодня сделать три бренда. Ну, по крайней мере, я так планирую. Кстати, эта улица очень мне чем-то напоминает. Проспект Шевченко в Одессе. Ну, так, отдаленно. Какой красивый вечерний Милан. Мама, посмотрите. Мы прибыли. Застилизовали первый образ. И идем его фотографировать в студию. Покажу вам немножечко, как выглядит Марангоне внутри. Вот так здесь кабинеты. А вот, собственно, и сама студия, где мы будем где-то снимать. Здесь я забыла, конечно же, проверить, помещаюсь ли я в кадр. Это я в центральном торговом центре. Прямо возле Дуома. Называется Риношента. Здесь расположены все люксовые, не только бренды, и одежды, и обуви, и украшения, и косметики. Мой любимый запах. Вот этот. Я его просто обожаю. Сейчас вам покажу центральную улицу, где находятся все бутики Милана. Называется вот она, Монтон-Наполеон. Я надеюсь, я правильно сказала. В общем, собственно, вся улица в бутиках. Выбор просто невероятный. Также я посетила выставку Ван Гога. Это просто что-то невероятное. Посмотрите, как это красиво, как это завораживает. В целом поход стоит до 20 евро. И также это и музей, и выставка, и представление. Скажу честно, это стоит того. Проходит круглый год, независимо от времени года. Поэтому, если будете, обязательно-обязательно посетите. Так, ну что же, мое путешествие закончилось. Я в Польше, в Варшаве, в аэропорту. Лечу в Кишинё. А завтра выезжаю в Одессу. Вот такие дела, дорогие друзья. В Сидерландии. Сидерландии. Продолжение следует. Продолжение следует...